А в необходимости открытия специализированной медицинской установки на потерпелых территориях начали сказать практически сразу после катастрофы на Чернобыльской атомной станции. Но так случилось, что центр, который предназначался и для россиян, и для украинцев, будывали выключены белорусы. В 2003 году он принял первых пациентов. В истории этой клиники часто сосредкается слово о первой очереди. Новые отделения, высокотехнологичные операции, диагностика и ранее выявление заболеваний. Только одни генетики РНПЦ за почние 7 годов отримали 60 сертификатов на вынаходничество. Это значит, что ранее ничего подобного в свете не было. Ваше оборудование, которое есть в госпитале, оно конкурентоспособно действительно. То есть такое не везде можно в Америке найти. Ся рот узнангород Республиканская центра радоцина медицины и экологии человека премия у Рада Беларуси за достигнение угления якости. Это первая подобная премия, урученная установе Ахова здоровья. До речи, в середине 90-х, тут реализуется американо-белорусская программа о оказании допомоги потерпелому насильницам. В ее рамках было обследовано около 280 тысяч детей, 12 тысяч, за яких с выявленными патологиями, взяли на особливый контроль. За великим того, что у нас, собственно, Чарнобырской катастрофы маясь долготерминовый характер, их ликвидация будет протягиваться еще не один год. Правда, теперь прорыты это изменилися. Головная увага социально-экономичному развитию регионов. И как пример я вам могу привести, у нас сейчас вот в Ветковском районе, это одна из наших пострадавших территорий, в Хачи строится огромнейшая птицефабрика, огромнейшая, несколько этапов его строительства. Это будет такой комплекс на 20 тысяч колов птицы, это просто будет великолепно. Это тоже Чарнобырская территория. Полецкий, Державный, Радацинно-экологичный заповедник, Ветковский, Брагинский, Хонинский районы и город Гомель. Филипп Гросман каже, что программа оказалась вельми насыщенной, а ли он поспел шматычагу доведаться в нашей краине. Уражение выключено становчее. Узлученные штаты он вязек или трех тысяч фотосдымков. Правда, для масштабной выставы этого все-таки недостаткова, а тому Филипп Гросман плануя приехать в Беларусь еще раз. Когда я начинал этот проект, я начинала с определенной идеей. Хотелось найти какую-то идею, то есть найти, встретиться с людьми, попутешествовать. И когда я приехал в Беларусь, следует отметить то, что я заметила, что Беларусь не следует идентифицировать с Чернобылем настолько однозначно, потому что это страна, люди, заводы и вся инфраструктура достаточно развита. И можно сказать, что Беларусь не под Чернобылем на высшую. Олег Синчаров, Валерий Капанько, Телерадо, компания Гомель.